Приветствую вас и не оспаривая то, что вам сказала моя коллега, мне бы хотелось добавить кое-что от себя. Дело в том, что если мы говорим, что вы не нравитесь парням, как девочкам, то можно констатировать у вас отсутствие как такового проявления модели женского поведения. То есть вы не ведете себя с мужчинами как женщина. Вы ведете себя не так, как это могло бы привлечь мужчину. Соответственно, здесь нужно анализировать, а что вообще вы считаете идеалом женского поведения? Какие черты женского поведения вы считаете адекватными? Какие черты женского поведения вы считаете для себя хорошими, правильными, верными и так далее? Вот. Так что, собственно говоря, это первый важный момент. Далее. Следующее. Это ваша влюбленность. То есть ситуация, которую я хотел вам описать, она заключается еще и в том, что у вас есть безответная любовь. Обязательно безответная любовь. И безответная любовь, из-за которой у вас падает самого самооценка. Значит, вы для себя в эту безответную любовь что-то вкладываете. Вам что-то нужно от нее, от людей вы что-то хотите получить для себя. Именно поэтому у вас есть безответная любовь, что вы пытаетесь реализовать себя через, ну вот, любовь. А в действительности этого делать не стоит. Самостоятельно реализовываться нужно самостоятельно, реализовываться без других людей. И любовь нужно воспринимать как нечто хорошее, как что-то позитивное, как что-то радостное, как что-то светлое. А у вас любовь – это потребность реализоваться, как я уже сказал. И вот весь вопрос в том, в чем именно вы хотели бы реализоваться, в чем именно вы нуждаетесь, как вы хотите реализоваться, для чего вам, например, молодой человек. Зачем он вам? Далее. Вы говорите о том, что вы замкнутый человек и поначалу не очень хорошо общаетесь. Вот. Но за временем привыкаете и открываете с людьми. В чем причина вашей замкнутой? Почему вы не можете сразу раскрываться людям? Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Это очень важный момент. Потому что важный момент этот из-за, ну, по какой причине? Именно ваша замкнутость позволяет говорить о том, что вы себя не принимаете. И именно то, что вы себя не принимаете, позволяет говорить о том, что вам как раз таки вот, скажем, молодой человек нужен. Именно для того, чтобы вы себя принимали как раз таки. А без него вы себя принять не можете. И из-за этого у вас и происходит то, что вы чересчур много, например, значения вкладываете в молодого человека и в отношения с ним. И из-за этого у вас тоже, конечно, могут возникать определенные проблемы. Вот. Далее. Вы говорите о том, что я спрашивал, значит, в жизни у меня совершенно обычное. Вот это вот тоже довольно таки такой субъективный взгляд на вас, на себя. То есть, дело в том, что вы необычный. Вы человек с необычным внешностью. Другого человека такого, как вы, нет. Это нужно понимать как можно лучше для вас. И для программы есть, опять же, элемент у вас занижения себя. Если есть элемент занижения себя, то опять же, молодой человек вам нужен для того, чтобы самооценку повысить вам. И отсюда связано падение вашей самооценки. Так же. Далее, вы пишите, что есть ли во мне что-то отталкивающее. Вы спрашивали у них напрямую. Ну, во-первых, напрямую вам этого никто не скажет. Просто потому, что люди сами далеко не всегда знают об этом. Это раз. Два. Ну, элементарная везневость не позволит человеку сказать что-то подобное. Поэтому, если честно, не знаю зачем вы спрашивали. Потому, что, ну, никто не скажет вам, если человек везневый и так далее. Вот. Другое дело, другое дело, что у вас ничего отталкивающего действительно нет. Просто действительно к вам не тянет. Потому, что, потому, что вы не являетесь привлекательными для мужчин. Вы не привлекательны для них именно из-за того, что у вас нет, по сути, модели женского поведения. Вот именно поэтому вы не привлекательны для них. И модель женского поведения нужно прорабатывать. Это, да, проблемы из детства. Здесь, я полагаю, можно еще согласиться с коллегой. Коллега права. Действительно, это модель женского поведения. У вас идет детство. То есть, либо у вас родители занимались, были авторитарными. Либо были очень строгими и вас постоянно, там, третировали, как бы. Вот. То есть, вариантов здесь может быть много, но с этим нужно разбираться в любом случае. Потому, что вот так вот просто вам, ну, вряд ли представляется возможным помочь вот именно, если мы говорим о том, чтобы вам исправить ситуацию. Чтобы там это исправлять. Ситуацию нужно на самом глубоком уровне, а это на уровне ваших установок. Опять же, как вам и сказала моя коллега. Вот. Вот. Потому, что вам 23 года и, в общем, действительно, это уже повод задуматься и повод работать над собой. Вот. Далее, значит, подскажите, пожалуйста, вам можно ли именить ситуацию? Да, вам можно. Что стоит именить себе модель женского поведения и перестать успех в личной жизни проецировать на себя вообще. Как на человека и как на личность. Неудачливость человека не зависит от личной жизни и никак ее не определяется. Потому, что у вас есть связь между вашей личной жизнью и вашей удачливостью. Это, опять же, ваша установка, которая идет вполне возможно из комплекса. То есть, в данном случае, это не истинные, ложные понятия, которые вам нужно будет исправлять. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!